Провести 24 часа в шляме виртуальной реальности это не просто какой-то челлендж это полноценный эксперимент который требует подготовки Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или же Вия И да, морально к этому я не готов Но я постараюсь провести эксперимент максимально чисто потому что мне сейчас не верится, что это возможно но я проведу в Майнкрафте 24 часа У меня есть жуткие опасения насчет того, что у меня может поменяться биоритм Я вообще, когда сниму шлем, могу... Не знаю вообще, ребята Это будет самый чистый эксперимент, где вы узнаете, как я провел в Майнкрафте в шлеме виртуальной реальности 24 часа Поехали! Итак, эксперимент был начат Самая главная сложность, которая передо мной стояла в первую очередь это, конечно же, разобраться с управлением но мне несказанно повезло Хочу сразу отметить, что во время игры я не использовал специальные сиды я не включал чит-режим это тот ванильный Майнкрафт, каким он является В это сложно поверить, но мне просто дичайше портануло Многим моим подписчикам может быть известно, что я топовый Майнкрафт в свое время был придато и в этом хорошенько разбирались и это очень редко, что меня заспавнило прямо в деревню В первую очередь я стал осматриваться, что есть в этой деревне полезного какие обмены есть у жителей и какой дом мне можно было бы занять Некоторые дома выглядели очень странно К сожалению, здесь не было кузнец или наковалин да и вообще ничего такого, просто пустые дома С этим на самом деле было сложно смириться но похоже, на ближайшее время эта деревня станет моим домом потому что у жителей есть хорошие обмены для меня да и в целом заспавниться около деревни это большой-большой плюс Сейчас моя задача номер один, это конечно же найти алмаз Задачу я себе поставил, но вот как я к ней пришел, уже совсем другая история На самом деле первое время было очень тяжело Сразу же начался дождь и было темно и мне не было кровати, я стал искать овец Несмотря на то, что в прошлом я был про в Майнкрафте однако я долгое время в него не играл и многое позабыл поэтому не судите меня строго, друзья, ладно? Если честно, я не могу сказать, управление в игре хорошее или плохое Оно просто странное В какие-то моменты оно дает тебе преимущество а в другие моменты наоборот отнимает у тебя то, к чему ты привык то есть, например, перемещение позволяет тебе как будто бы скакать на два блока вперед а вот однако боевой режим не дает тех преимуществ, как мышь Темноты, конечно же, скелет У меня очень мало здоровья И я не хочу потерять этот спампорт Это было очень жестоко, вы посмотрите на мой уровень здоровья Просто жесть какая-то Надеюсь, этот скелет сгорит там Эксперимент начался примерно в 9 часов За два часа игры я не добился ничего, кроме того, что наконец-то поставил себе кровать в той же самой деревне Нашел неплохое место для шахты И понял, что пора спать Это какое-то общежитие, а не дом Мои ноги так устали О боже Это странно Это самое странное, что я говорил, что я испытал в свою жизнь Спать мечом очень безопасно О боже Я не знаю, через сколько я проснусь Но я планирую сейчас лечь спать То есть я буду стараться уснуть Это будет очень странно Потому что все равно, несмотря на то, что я буду спать Мир за дверью и за окном будет продолжать жить И, возможно, я просплю таким образом несколько суток Сколько точно, я не знаю И это реально очень странно После этого мой оператор ушел Я остался совсем один Однако в Майнкрафте я не чувствовал это Я спал И при этом всем вокруг меня происходила какая-то жизнь От этой жизни, кстати, я время от времени просыпался Сложности заснуть не было Но за ночь я просыпался раз десять А все потому что... В общем, если когда-нибудь захотите поспать в Майнкрафте Не выбирайте для этого деревни Они вам не дадут покоя Алло! В другом мире Что, с ума сошел? Я не чувствовал свои головы Сколько время? Девять минут Нет, не говори, не говори, не говори Не говори Я все, я в Майнкрафте В целом проснулся я очень легко Потому что особо не спал А как бы больше дремал Но я был четко уверен в том Что я сделаю в первую очередь Обычно жителей я не трогаю Но поверьте, в этот раз он заслужил После того, как я освоился Разобрался с управлением У меня была уже пища и все такое Пришло время для самого главного Я отправился в шахты Мне несказанно повезло Потому что в шахтах я нашел пещеру Господи Я не думал, что это так работает Теперь два вопроса Как-нибудь О, железо Тут-то и начинается Настоящий Майнкрафт Когда я обнаружил ресурсы Я стал их выкапывать Чтобы создать броню Специальные инструменты Тоже из железа Для того, чтобы копать В эту шахту еще глубже Потому что если отправиться Вглубь подобных ущелий В конечном итоге Мы найдем там большие источники лавы Но где лава? Там и алмазы Когда я вернулся домой Сразу же переплавил все железо И сделал себе необходимую броню Однако заметил, что мой игрок Изрядно проголодался У меня была баранина Так что с этим нет никаких проблем А вот я в реальной жизни Тоже проголодался Есть одно но Я не завтракал Когда меня разбудил оператор Я сразу же пошел Вообще вспоминать, что здесь было Пошел расправляться с жителями И сейчас мой персонаж сыт А мне очень сильно хочется есть Поэтому я думаю Мой персонаж пока будет ждать Пока переварятся печки А я, пожалуй, попытаюсь В реальном мире поесть Интересно, как это со стороны выглядит? Мы же можем посмотреть Что это за уродство Сейчас я сижу у себя в деревне И у меня здесь челлендж Образовался Он называется Выбери правильную еду Чтобы не умереть Это я понял, что это широк Очень странно, ребята Пользуясь случаем Я сейчас расскажу о своих ощущениях Я, понимаете, я вижу Вижу одно И как будто бы я Я живу в мире Майнкрафта А вот руками Как будто бы Руками что-то трогает мой аватар То есть вот такой у меня сейчас Диссонанс происходит То есть как будто бы Первичный я это в Майнкрафте Я не знаю, что это Вообще без идей Но мне очень любопытно, что это Поэтому я выберу именно это Это какая-то выточка, судя по всему Наверное Это тесто Здесь какая-то начинка Не знаю Вроде бы какой-то повидло сверху Я Я ем в реально Чтобы было Грамм правильно Я только что перекусил Своим персонажем И И сейчас Своим В реальной жизни ем Вот так вот После легкого перекуса Мне стало намного лучше Однако пришло время Вернуться В мир Майнкрафта И продолжить наши с вами Приключения Тем более, что больше половины эксперимента Уже позади Я вернулся в ту самую щель Где и закончил предыдущий день Потому что именно в ней Больше всего ресурсов Я по-прежнему там искал лаву Постоянно разбивал маленькие штабики Крафтил Переплавлял Прямо в пещере О, лазурит Редстоун Алмазы Алмазы Да Да, 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 да О боже, как их много Да Да Есть Отлично 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 Первый самый сложный этап Игрима Игрима Я нашел Алмазы Сейчас добуду все вот такие Более-менее ценные руды И буду Строить под себя Чтобы подняться наверх Иначе Иначе мне не вернуться домой В мини-штабиках я наплавил железо И у меня были все ресурсы Чтобы сделать верстак И сделать ведро Неподалеку был водоем Поэтому я решил не торопиться С выходом на поверхность А сразу же добыть здесь обсидиан Ведь помимо того Что алмазы это круто Я добывал их еще для того Чтобы отправиться в ад А без обсидиана Это никак не сделать Ну а после добычи Необходимого количества Я уже поплыл наверх Потому что когда строил под себя Оказался в каком-то озере Недолго думая Нашел возвышенность А потом нашел свою деревню Вернулся туда И стал там строить портал в ад Вот только после телепортации в ад Все веселье закончилось Ну и сейчас никто не поверит Что это не постанова Потому что я оказался Прямо в замке Прямо в адском замке Хоть и оказаться случайным образом в адском замке было очень круто, однако от первого лица это чувствуется совершенно иначе. Когда ты находишься в нижнем мире, тебя как будто бы пробирает дрожь. И вот эта музыка, эти звуковые эффекты, страшные звуки, это всё очень страшно, ребята. Всё бы ничего, но я очень плохо подготовился к нижнему миру. И в схватке со скелетом и сушителем погиб. Господи, я забыл взять с собой какой-нибудь отхил. Я умер. Конечно, мой гелепорт находился очень близко от респавна. К этому моменту я, если честно, очень сильно устал. Я потерял весь свой лут и пробыл в Майнкрафте уже очень много времени. Последний час я просто лежал и отдыхал. Всё. Слышь, мы закончили её. Что? 24 часа прошло. Да? Ну хочешь ещё? Нет. Господи, я могу с себя снять шлем. Если хочешь. Вот так выглядит моё лицо после нахождения в 24-х часах в шлеме. О боже, о боже. О боже. О боже. Я даже не могу сейчас передать, что я чувствую. Это очень странно. Это прям очень и очень странно. Мне нужно время прийти в себя. Я не скажу, что я чувствую себя плохо или как-то... Ну, то есть у меня нету никаких недомоганий или что-то в зондухе. Я просто чувствую себя очень измождённым. Я устал. То есть я такое долгое время именно на месте как бы не стоял. Потому что в том мире ты понимаешь, что ходить тебе нужно совершенно по-другому с помощью нажатия одной лишь кнопки. А ноги, они просто стоят как вкопанные. И от этого они сильно устают. Поэтому мне приходилось делать эти перерывы, чтобы полежать, чтобы посидеть и так далее. Вот. Ну и лицо немножко как бы побаливает. Все члены команды переживали за мои глаза. Но мне было как бы некомфортно и сейчас я не чувствую никакого ни малейшего помутнения в глазах. Но я вам ни в коем случае этого не рекомендую повторять, конечно же. Потому что это очень опасно. Я больше всего сейчас переживаю за технику. Потому что они, шлем, контроллеры просто работали на износ. Шлем очень горячий. Там внутри находятся два монитора. Я думаю, нужно это скорее выключить, чтобы избежать повреждений. Ну и хочется сказать, что ел я крайне мало. То есть за эти сутки я вот поужинал вчера вечером и прерывался буквально на маленькие перекусы. То есть целый день я съел несколько бананов и слойку какую-то там. То есть и все. И больше мне не хотелось есть, и пока не хочется. Возможно, я как-то сумел обмануть свой мозг, что мне нужно есть в Майнкрафте, а не здесь. Но это, в общем, дополнительный ряд сложностей, с которыми мне сейчас хочется перебороть себя. Но визуально, на самом деле, я чувствую сейчас какие-то странности. За окном уже начинает темнеть. И это странно. Потому что даже ночью, даже в пещерах, мир Майнкрафта, он был как будто бы какой-то светлый. Как будто бы какой-то необычный. А в конце я вообще стал гулять по самым ярким, самым красивым местам игры. И поэтому у меня сейчас такой очень странный диссонанс происходит, что вокруг все такое серое и странное. Но в любом случае, я считаю то, что мы с вами справились с этим экспериментом. 24 часа без перерыва я прожил. Прям прожил в Майнкрафте виртуальной реальности. Надеюсь, вам этот видеоролик был интересен, как и мне. Мне это очень понравилось. Если вам тоже, то поставьте, пожалуйста, лайк под этим видеороликом. Если мы соберем под этим видеороликом 20 тысяч лайков, то мы обязательно повторим что-нибудь подобное. Мне потому что очень хочется. Ну, правда, надо сделать, наверное, какой-то перерыв. В любом случае, не забывайте про подписку на канал и на колокольчик жмякать тоже не забывайте. Потому что на канале Жизнь Вия видеоролики выходят каждый день. С вами был я, Вячеслав Исмаилов. Или же Вия. Увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.